Сегодня мы поговорим с вами о Шива-сутре. Первую часть мы уже прочитали. Не проблема, наслаждаемся. И эта сутра говорит Чита означает Гьяна. И теперь возникает та же проблема, что нет аналога слову Чита на английском. И поэтому я буду называть это Читой. Потому что проблема в том, что когда переводчики переводили это слово на английский, они изменили его содержание. Они переводили его как осознанность, неосознанное, подсознательное. Но это не оно. Можно определить, как, например, чистый вы. Чистый, оголенный вы без наслоений. Без каких-либо одежд. Это и есть Чита. И я буду использовать слово Чита, вам придется понять, и это будет уже ваша проблема. Очень сложно объяснить это. Знаете, иногда я нахожусь в такой ситуации, как человек, который живет на острове со своими людьми. И это маленький остров, он небольшой совсем. Но на этом острове нет цветов. И человек там живет до тех пор, пока не приплыл большой корабль. И им нужны люди, чтобы работать на корабле, потому что там люди заболели. И они взяли этого человека на работу. И он никогда не видел в мире ничего, кроме этого острова. И корабль идет в другую сторону света, и он идет с ним. И он видит красивый мир, видит красивую природу, разные цветы. И это первый раз, когда он понимает, что есть такой цветок. Проходит время. Работа заканчивается, он возвращается в отпуск обратно на свой остров. А с этого острова никто никогда не уезжал. А те, кто уезжали, они не возвращались. И они спрашивают его. Ты выходил в большой мир. Что ты увидел там такого, чего нет на нашем острове? А он говорит, цветы. Они говорят, эти цветы более красивые, чем наши камни? Он говорит, да. Эти цветы более красивые, чем наши сосны? Они похожи, может быть, на нашу луну? Он говорит, нет. Может быть, на какую-то еду, которую мы готовим? Он говорит, нет. И он думает, как им это объяснить. Потому что они не понимают, они не знают, что такое цветы. Он говорит, они очень красивые. И они очень легкие. А, ты говоришь про листья, понятно. Он говорит, нет, я говорю не про листья. И он начинает искать что-то, чтобы взять и показать им. И он находит в море, находит раковину. Он идет, берет эту раковину. Эта раковина была очень легкая и очень красивая. И он говорит, вот похоже на это немного. А они говорят, а теперь мы понимаем, цветы это как ракушки. Невозможно сделать так, чтобы они поняли, что такое цветы. До тех пор, пока либо он их не отведет туда, где они растут. Либо он принесет цветы на остров. И иногда, когда я пытаюсь что-то объяснить, получается примерно так же. Но перевод, он усложняет дело. Потому что, перевод некоторых слов, он невозможен. Это будет возможно только если англоговорящий человек получит просветление, и он сможет это описать исходя из своего опыта. И этого еще не случилось. И все те слова, которые я встречаю на английском, они не дают вам понимания, что такое чита. Давайте определим читу как вас. И когда вы есть чита, И тогда дальше говорится, что чита есть гьяна. Что вот это чита есть гьяна. Гьяна означает знание вместе с опытом. Если вы говорите просто о знании, то это не есть гьяна. А во всяком случае то, о чем мы говорим здесь. Потому что вы знаете, что слова меняют свое значение в зависимости от того, как и где они используются. И здесь значение слова гьяна подразумевает опыт, понимание и знание в одном. Возможно, вы ничего не знаете про этот мир. Но все вы точно знаете одно. Возможно, вы не знаете ничего о Боге, о духовности, ничего такого. Но одно вы знаете точно. То, что вы существуете, вы есть. Вы есть. Это точно? Либо кто-то сомневается, может быть? Мы не говорим о том, что вы Брахма, о том, что вы Атма, о том, что вы еще что-то. Мы просто говорим о вас, как о вас. Вы существуете. И вы знаете, что вы есть. И вы знаете, что вы есть. Поймите, что вы есть Чита. И осознавая, что вы существуете, вы понимаете, что это есть дьяна. Потому что все в этом мире, все в мире это знают. Если вы послушаете, кто тогда понимает? Кто слушает? Кто говорит? Это вы. Не важно, если вы одеты в множество одежд, но тем не менее, это вы. И если какие-то одежды мы видим, и эти одежды как бы стоят в воздухе с поддержкой чего-то, это говорит о том, что кто-то их на себя надел. И если вы покрыты множеством слоев, множеством одежд, но это все равно означает то, что вы есть и вы существуете. И тот момент, когда вы сможете провести разницу между двумя вами, один вы, который делает, один вы, который наблюдает. Смотрите, когда вы делаете что-то, есть другой вы, который ничего не делает, и он за этим наблюдает. И чтобы поймать этот момент, когда вы можете увидеть себя делающим что-либо, и вы можете увидеть себя наблюдающим, и вот об этом шлока говорит, что чита есть дьяна, что чита означает вот это самое знание, и чита — это полное, совершенное знание. Возможно, а в какой-то жизни вы родились, а сейчас, например, вы можете быть из России или из Европы, или из Индии. И, возможно, в прошлых жизнях те, кто сейчас в Индии были в России или в Европе, а те, кто в Европе, они были раньше в Индии. Но одно можно сказать точно, что в той жизни вы говорили на каком-то языке также. Вы вряд ли были немым, и вы разговаривали. И знание вот этого языка оно где-то лежит внутри вас. Оно в вашем уме. Но вот эта библиотека, где хранится все это знание, — это вы. Вы есть библиотека. Вы не есть знание. Вы то, что содержит в себе все это знание. Но одновременно с этим вы не зависите от этого знания. Я всегда привожу в пример пространство. А пространство содержит в себе все. Но тем не менее пространство, оно есть ничто. И то же самое похожее есть у нас внутри, и оно называется читы. Один вы, который содержит в себе все. И тот день, когда вы начнете осознавать, что вы есть тот, кто содержит, в тот день ваша читта преобразуется в гьяну. И сейчас, в настоящий момент, тоже есть гьяна. Но сейчас в нем отсутствует понимание и наблюдение. Смотрите, это очень интересная магия. Даже тот человек, который еще не начал свой путь в духовности, или Будда, между ними нет никакой разницы. По содержанию между ними нет различий. Все возможности, которые есть у Будды, или все возможности, которые Будда достиг, все те же самые возможности заложены в любом человеке, даже в том, который сидит в пабе, пьет и курит. В плане возможности разницы нет. По содержанию разницы нет. И тот человек, который сидит, пьет в баре, он сможет что-то откуда-то взять, и он не сможет взять то, чего у него нет. У него есть все, чтобы стать Буддой. Я не даю вам знания. И я не делаю вас просветленным. На самом деле, никто не может дать вам знания, и никто не может сделать вас просветленными. Я просто говорю. Почему я говорю? Я просто как зеркало. А учитель, он просто зеркало. И что происходит в зеркале? Например, вы здесь испачкались чем-то черным, здесь чем-то белым. Это уже было там. Но когда вы подходите к зеркалу, вы можете это увидеть. Вы рождаетесь Богом. А не рождается людей на земле. А все рождаются Богом. Но с помощью зеркал, с помощью других вещей они начинают это постепенно осознавать. Я всегда говорю вам, рассказываю вот эту историю, про львицу, которая была беременна и жила в горах. И она родила котят. Обычно рождаются два, три или четыре. И в тот день она родила двоих. И поскольку шел дождь и земля была скользкая, один львенок остался, а другой львенок подскользнулся и скатился в долину. Она понимает, что она родила двоих, но она нашла только одного и не поняла, куда делся другой. А другой львенок, он упал в стадо овец. Он вырос. И он пил молоко овец. Он вырос. Вырос так же, как вырастают овечки. Он боялся так же, как боится овца. И удивительное заключается в том, что он даже ел траву. Потому что все овцы вокруг ели траву. И однажды, другой львенок, он тоже вырос. И он напал на это стадо овец. И когда он напал, все овцы побежали от него. Это происходит, если дикое животное нападает на стадо. И когда он побежал за этим стадом, он увидел, что среди стада бежит лев. И он не понял, что происходит. И он оставил овец в покое и побежал за львом. Он поймал его. И теперь вот этот лев, который вырос среди овец, он боялся так же, как овца. И просил, не убивай меня, не убивай. И тот сказал, что лев не будет убивать льва, почему ты боишься? Я не буду есть льва. И тогда он взял его и подвел его к озеру. И сказал, что ты же такой же, как я, почему ты боишься? И он сказал, нет, я же овца, я не могу быть такой, как ты, ты же лев. И он сказал, но ты-то тоже лев. Он сказал, нет, я не верю тебе. Он тогда подвел его к воде. И они посмотрели на отражение в воде. И они были одинаковые. И он осознал, ого. И тогда этот лев зарычал громко. И тогда второй лев, он также произвел очень громкий звук. И он стал львом. А все остальное время он что, не был львом? Было в момент, когда он не был львом? Нет? Он был львом все это время. Вы рождаетесь Богом. Нет ничего, что вам требуется извне. Просто есть что-то, что вы должны научиться чувствовать изнутри. А чита есть драма. А чита есть гьяна. А гьяна есть понимание. Понимание того, кто вы есть. Понятно? И следующая часть шлоки говорит. Это означает. Прет означает усилия. Усилия, которые прикладывает практикующий. Например, вы прикладываете много усилий. Для чего? Чтобы сделать что-то. что-то, что вы хотите делать. Если вы хотите стать хорошим оратором, вы учитесь ораторскому искусству. Если вы хотите быть хорошим писателем, вы учитесь хорошо писать. Если вы хотите стать хорошим актером, вы учитесь как играть. И все эти навыки, которые есть у вас сегодня, вы приложили к ним какие-то усилия, чтобы их отполировать. И семена этого, они были в вас заложены, и вы приложили усилия, чтобы их поливать, и они смогли вырасти в деревья. А здесь практика означает наблюдение за собой, наблюдать за всем, что вы делаете. И вы забудете это. Каждый, постоянно это будет происходить. Я буду говорить. Вы будете слушать. Потом все. Пока-пока. И до свидания. И когда вы выходите, вы забудете. И снова и снова вы должны напоминать себе. Это называется приятно. Стараться достичь чего-либо в процессе практики. И это единственный путь. Никто в этом мире не достигал ничего без практики. Я не говорю о тех, кто рожден мастерами, таких как Кришна или Рама. Всем остальным нужно практиковать. В духовном мире Духовный мир это огромное долгое путешествие. И каждую жизнь вы вкладываете что-то в себя. Например, как вы ходите в школу. Что вы делаете? И каждый год вы переходите из класса в класс, заканчиваете определенные предметы, изучаете новые и так постепенно вы заканчиваете школу. И нет вариантов, что вас исключат. Например, если вы перешли в пятый класс. Например, если вы перешли в пятый класс. Только если вы этого не захотите сами. А когда вы переходите в новый класс. У вас уже содержится знание всех предыдущих классов. Поэтому, когда в детском саду вы учите алфавит. А потом вы переходите в первый класс и начинаете из букв складывать слова. И вы уже знаете буквы, и вы знаете, как буквы соотносятся со словами. И это знание, которое вы получили раньше, оно пригождается вам в следующем классе. И все, что вы выучите здесь, оно перейдет с вами в следующий класс. Таким же образом, в духовном мире, все, что вы делаете здесь, это все пригодится вам в следующей жизни. А ничто не будет потеряно зря. Если кто-то читает мантру больше, чем 10 миллионов раз. Любую мантру. В следующей жизни он родится в доме мастера. Либо очень близко к мастеру. Даже если он не будет больше ничего в этой жизни делать. Либо он родится в очень богатой семье. Где у него будет свобода пойти куда угодно и искать что угодно. И если он будет сидеть в следующей жизни. Закроет глаза. То эта мантра будет сама звучать внутри. Вот настолько сильно это работает. И поэтому существует много святых людей и монахов. А которые прожили множество жизней. В одной и той же традиции. Например, как нынешний Далай-лама, это 14-й лама. Он перерождается в одной и той же традиции 14 раз. Но это не что-то, что означает просветление. Это просто вы находитесь в определенном путешествии и берете с собой знания и предыдущий опыт. Тот день, когда вы получите просветление, вы не сможете вернуться. У вас не будет возможности вернуться. Вы можете остаться в этой жизни до тех пор, пока вы сами хотите. Но когда вы оставите эту жизнь, вы не сможете в нее вернуться. Нирвана — это одностороннее движение. Оттуда нет возврата. Если кто-то попадает в состояние нирваны, человек не может вернуться. Поэтому Далай-лама там не был, иначе он бы не возвращался каждый раз. И если вы сомневаетесь в том, что говорю я, вы можете изучить буддийские тексты, и там говорится то же самое. И говорится об этом и в Ведах, и в Упанишадах. А поэтому все, что вы делаете, оно записывается на ваш счет. А никакая карма, никакая работа, они не пропадают зря. Все, что вы делаете здесь, это все засчитывается. Ментально, физически, любые действия, любая работа. А практика, она зачем? Что есть приятно? А вы должны наблюдать за собой, и в этом ваша практика. Это единственная практика, которая требуется, что все, что вы делаете, просто наблюдайте себя. Но будьте осторожны. Это может ввести вас в грусть. Это может вас расстроить, или вы можете впасть в депрессию. Потому что люди все еще не готовы увидеть, прочувствовать радость молчания или тишины. И я бы сказала, сначала лучше практикуйте не это. Сначала учитесь преданности, преклонению. Будьте преданы Богу, будьте преданы Учителю, кому-либо другому. И вот это наблюдение, это следующий уровень. Потому что, когда вы предадитесь, вы уже поднимете себя. А в противном случае, вы видите, что так называемые просветленные люди, половина из них находится в депрессии. Потому что у них не осталось никакой радости в жизни. И вы должны быть очень осторожны. Потому что маленькие ошибки, они могут изменить все направление вашего движения. И просветление это не проблема. Не волнуйтесь по поводу просветления, это вообще не проблема. Проблема в жизни до просветления. Если вы не будете осторожны в ней, вы будете жить очень грустной и очень подавленной жизнью до того, как достигнете просветления. И никакого праздника не будет в вашей жизни. И поэтому Будда, после того, как получил просветление, он даже не улыбался. Он не видел смысла в том, чтобы улыбаться. Потому что, когда нет смысла в том, чтобы плакать, нет смысла и в том, чтобы улыбаться. Но для него это хорошо. Потому что он был просветленный человек. Он поднялся выше радости и выше грусти. Но если вы начнете практиковать то, что он достиг, до того, как вы достигнете этого состояния, то жизнь может стать очень-очень сложной. И до тех пор, пока что-то не происходит, не притворяйтесь. Это очень важно. До тех пор, пока что-то не происходит, не притворяйтесь. Не старайтесь быть серьезным, сидеть как Будда и изображать, что что-то происходит. Если вы будете слишком серьезно и сидеть так, как сидит Будда, одно могу сказать точно, что Буддой вы не станете. Потому что вы уже притворяетесь. Поэтому я не котирую пассивные медитации. Я выступаю за активную медитацию. И поэтому, когда я даю кому-либо медитацию, я всегда даю активную медитацию. И когда я говорю про медитацию, я не подразумеваю дхьяну, помните, да? Это о чем? Я говорю о Дхаране. И следующая часть этой мантры говорит упая. Гуру упая. Что решение содержится в гуру. Гуру упая. Упая означает решение, которое может сделать вашу жизнь простой. Когда учитель приходит на духовный путь, то ваша жизнь становится сразу легче. Почему? Потому что он направляет вас. Он говорит, делайте вот это и не волнуйтесь ни о чем другом. Вы можете быть свободным. И фокусироваться только на том, что действительно нужно. Но когда у вас нет учителя, вы фокусируетесь на том, что будет в конце, находясь в самом начале. Это как, например, вы едете на автомобиле, и вы должны постоянно быть сосредоточенным. Но когда вы ведете самолет, тогда вы фокусируетесь на более далеком расстоянии. Но если вы сидите в самолете, вам не нужно нигде фокусироваться. Вы можете читать книжку, слушать свою музыку. Вы фокусируетесь только на том, что вы делаете в этот момент. И в долгое время, ваш путешествие контролируется тем пилотом, который ведет самолет. Помимо этого, учитель, он как зеркало. Он помогает вам увидеть все, как оно есть на самом деле. Без объяснения вам каких-то сложных вещей. И тем не менее, он не может проникнуть внутрь вас. Во сне это другое дело, но я говорю именно про духовное путешествие. И он не может проникнуть внутрь вас, он просто будет вовне показывать вам все, что происходит. А зеркало разве попадает внутрь вас? Но тем не менее, вы с помощью зеркала можете увидеть все. Поэтому учитель – это решение всех проблем. Поэтому слово используется Гуру. Гу означает Означает темноту. А ру означает свет. И Гуру означает тот, кто ведет вас из тьмы невежества к высшему знанию. И вот эта связь, она очень важна. Если вы посмотрите, в этой стране мы это поняли очень четко. И поэтому везде в нашей стране, везде в ашрамах и в других местах, везде есть традиции учителя. Но для западных людей очень сложно принять учителя. Почему, знаете? Потому что на западе, с маленького возраста, они тренируют ваше эго. Потому что ты не хуже, чем другие. И вы на западе 24 часа в сутки находите в состоянии соревнования. И на востоке сейчас происходит то же самое с тех пор, как здесь была представлена западная система обучения. Но как на востоке воспитывают детей, знаете? Когда мы были маленькие, наши родители говорили, что когда ты просыпаешься, ты должен дотронуться до стоп всех в доме, кто старше тебя. Даже твоих братьев и сестер. Всех тех, кто старше тебя. И знаете, когда вы живете большой семьей, иногда там 30 человек, может быть, кто старше вас. Поэтому вы кланяетесь в ноги 30 раз по утру. И 30 раз вы сгибаетесь, касаетесь стоп. И чем больше вы нагибаетесь, и чем чаще вы наклоняетесь, это помогает вам уменьшить ваше эго. Это один момент. А второй момент, это когда мы выходим за пределы дома, не важно, кого мы встречаем на улице. Потому что сейчас все думают про касты или про другие принципы разделения в обществе. А потому что в нашем обществе касты были расположены горизонтально, но не вертикально. А не существовало тех, кто был выше и кто был ниже. Они были просто разные. А со своего детства я наблюдал за этим. И есть множество примеров в истории, когда не было развлечения на касты. И просто люди, которые выполняли разную работу, они назывались по-разному. Например, сегодня кто-то учит, и он называется учитель. Кто-то работает по дереву, вы называете его плотником. Кто-то работает с трубами, вы называете его сантехником. Кто-то проектирует дома, вы называете его инженером. А те, кто занимаются здоровьем тела, вы называете врачом. Было примерно так же. И они назывались в соответствии с тем, какую работу они выполняли. И в моем детстве было обязательно, что когда мы выходим на улицу, и не важно, кого мы встречаем, мы должны поклониться этому человеку. И поприветствовать, например, в нашем регионе мы говорим Рам Рам Джи. И не важно, из какой касты был человек, это было вообще не важно. И сегодня в некоторых деревнях эта традиция также присутствует. А что это происходит в процессе этого? Это помогает вам автоматически замедлиться и уменьшить ваше эго. И духовный рост невозможен без того, что вы будете работать над своим эго, признавать его и уменьшать его. И очень часто, когда я говорю с западными людьми, у них уже есть определенные ментальные установки. И они думают, что вот это единственный возможный путь. А поймите в духовности одну вещь очень четко. Если вы думаете, что только вот это один возможный единственный путь. А я говорю про то, если у вас нет учителя. Если вы думаете, что вот это единственный путь. И мой путь единственный верный путь. Это хорошо, если вы не будете об этом только говорить. Но когда вы становитесь учителем и начинаете учить других, что вот это единственный путь. Либо начинаете читать лекции. И это гарантирует то, что вы застрянете на месте и вы никогда не сможете ни в чем продвинуться. Потому что, чтобы двигаться дальше, вы должны быть подвижны. Вы должны быть открыты. Вы застреваете, как об стену бьетесь. Только мертвые вещи не меняются. Но они тоже меняются в другом способе. Как возможно, чтобы вы не менялись? Даже что-то мертвое все равно изменяется. И если вы думаете, что вы не меняетесь, это говорит о том, что где-то что-то очень неправильно. Так что, с мастерами, это только возможно работать с вашим эгоом. И без мастеров, вы никогда не можете работать с вашим эгоом. И с мертвыми мастерами, с мертвыми религиями, вы тоже не можете работать с вашим эгоом. И поэтому в нашей стране иногда учитель почитается еще больше, чем Бог. Потому что учителя удерживают вас на земле. Когда вы посмотрите, А сейчас все, кто находится в духовном мире, Они говорят, я хочу быть более заземленным. А слышите, да, что люди говорят об этом? Но заземление это не проблема. И даже если вы заземлитесь нормально, вы можете быть мертвым. Самое важное это глубина. Чтобы вы могли цвести в любом месте, где бы вы ни находились. А все люди, которые практикуют какие-либо духовные практики, они ищут заземление. Они занимаются йогой и говорят, я чувствую себя заземленным. Это бесполезно. Это не важно. Самое важное это глубина, это масштаб, это способность цвести. Если после практики становитесь спокойным, но это спокойствие граничит с грустью, Мне очень жаль тогда эта практика, она не годится для вас и ее нужно прекратить. Ваша практика должна наполнять вас радостью. После практики вы должны чувствовать себя как цветок, как роза, которая распространяет свой аромат на все вокруг. А если ваша практика не ведет к такому состоянию, оставляйте эту практику, она для вас бесполезна и не имеет для вас никакого смысла. Лучше пойдите бачату потанцуйте. Либо сальсу. А тело это как адгутти, это то, что мы предлагаем на церемонии подношения огню. Смотрите, все, что вы можете сделать, оно возможно только благодаря тому, что у вас есть тело. Поэтому тело играет важную роль во всех духовных практиках. И вы должны понимать, что только благодаря телу вы можете перейти в другое измерение. Потому что с телом вместе вы не можете никуда перейти. Но если у вас нет тела, вы тоже не сможете этого сделать. Тело очень важно. Например, площадка не улетает вместе с ракетой. Но тем не менее, без стартовой площадки ракета не сможет улететь. Если вы посмотрите, без стартовой площадки ракета не может произвести запуск. Но одновременно с этим площадка не улетает вместе с ракетой. Поэтому наше тело, оно напоминает вот эту стартовую площадку. И до того, как заниматься ракетой, нужно сначала подготовить стартовую площадку. И когда она хорошая, подготовленная, тогда вы можете уже ставить туда ракету и ракета полетит в космос. И те люди, которые встают на духовный путь и не занимаются своим физическим телом, они не могут никуда продвинуться. Потому что вся их духовность летит к черту, когда у них начинает голова болеть. Вся духовность исчезает, когда он начинается понос. Она вся исчезает, когда человека начинает тошнить. И вся духовность исчезает, когда появляется корона. Поэтому болезни могут сделать так, что вся духовность исчезнет. Почему? Потому что тело очень важно. Занимайтесь своим телом, заботьтесь о нем. Хорошо ешьте. Один день нам нужно будет об этом поговорить. Как есть, как спать и как поддерживать свое тело. Потому что для духовности это очень важно. Потому что для духовности это очень важно. Если вы не будете использовать свое тело, если вы будете очень ленивым, тогда вы тоже не сможете медитировать. Но если вы будете слишком много заниматься, тогда вы также не сможете заниматься духовными практиками. Потому что каждое действие, которое вы выполняете, оно меняет ваши умственные процессы. Какой-то день мы поговорим, как правильно есть и как работать. Поэтому здесь говорится о том, что тело, оно как хави или как предложение огню. А гьяна это как то количество того, что мы предлагаем огню. Например, количество продукта или семенчик или чего-то еще. Вам нужно предлагать все, все свое знание, чтобы перешагнуть за барьер знания. Видья означает осознанность или внимательность. И когда она исчезает, тогда возникает свапна. Свапна это сон. А когда пропадает осознанность, вы впадаете в состояние сна. И здесь. И самое важное, что нам нужно вынести из сегодняшнего разговора, что мы можем работать над читой с помощью мантры. И у вас должна быть мантра, чтобы соединиться со своей читой. И если вы читаете эту мантру каждый день, это поможет вам опуститься вглубь себя и понять себя. Просто постарайтесь запомнить хотя бы эту часть. Читаха мантра. Читаха мантра. Читаха мантра. Читаха мантра. И вы должны использовать эту мантру, чтобы пойти внутрь себя. И если вы пойдете по пути мантры, вы посмотрите, что слово мантра состоит из двух слогов. И обе эти части означают, что вы как бы разъединяете свой ум. Мантра означает различие ума. Поэтому, когда вы используете любую мантру, это помогает вам погрузиться внутрь и открыть новые слои ума. Хорошо? Итак, сегодня у вас есть какие-то вопросы? Да. Мы всегда есть вопросы. Спасибо. 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 Вопрос в том, что иногда в общественных местах ты чувствуешь на себе взгляд незнакомых людей, который наполнен ненавистью. И существует ли мантра или какой-то другой способ, чтобы защитить себя от негативного влияния? Смотрите. У каждого человека есть своя аура. Смотрите, например, все изображения здесь. У них у всех есть изображение светящегося круга сзади. Что это такое? Это аура. Аура человека. И у каждого есть аура. У некоторых позитивная аура, а у некоторых негативная. Если вы хороши и сильны, и когда вы становитесь сильным, то вот эта аура, она начинает увеличиваться. А если вы плохой человек, то тогда эта аура также начинает увеличиваться. Если вы сильный и при этом негативный человек, то у вас будет сильная негативная аура. А если вы сильный и позитивный человек, то у вас будет сильная положительная аура. И аура может начинаться от одного метра до пяти метров и доходить до пятисот метров. В зависимости от человека, насколько он силен или слаб. Например, у Будды была такая сильная аура. Что на расстоянии пятьсот метров в радиусе того места, где он находился. Никто не мог никого убить, потому что он был настолько против насилия. И те люди, чья работа заключалась в том, чтобы убивать, они менялись только благодаря его присутствию. Есть одна история про известного пирата, который убивал людей, отрезал им пальцы и делал себе из них ожерелье. И он напал на Будду. И он сказал, стой! Будда сказал, я-то стою, а ты когда остановишься? И его аура была уже там, и этот человек изменился. И когда вы находитесь в ауре других людей, если вы в ашраме, либо вы при учителе, и у вас какие-то духовные мысли, вы идете по духовному пути, это не ваши усилия. Это аура учителя, либо ашрама, либо места. Потому что, когда вы выходите, вы тот же самый человек. Но когда вы были там, вы выглядели как Будда. А вот так работает эта аура. И так же работает негативная аура. Например, когда вы идете в бар. И когда вы сидите с друзьями, все выпивают, то через какое-то время вам захочется тоже пивка, например. И когда играет очень громкая музыка, и происходит большая вечеринка, автоматически это начнет влиять на вас, и влиять даже на выработку гормонов внутри вас. А у вас уже появляется чувство, что вы можете сделать что угодно и сбежать. И, например, если я буду здесь флиртовать, то никто не будет меня осуждать и смотреть за мной. Но в ашраме-то вы не осмеливались флиртовать ни с кем. Но в клубе вы нормально. Потому что аура этих мест, она очень разная. И поэтому иногда, когда у людей очень сильная энергия, я не скажу плохая, но я скажу отличная от вас. Потому что плохое – это неправильное слово. Потому что хорошее и плохое – это неподходящие слова и неподходящее разделение. И то, что является для вас плохим, может быть хорошим для кого-то, и то, что является хорошим для вас, может быть плохо для другого. И тот, кто отличается от вас, и вы входите в его ауру, то тогда одно ясно, что этот человек, он сильнее вас. Это на сто процентов. Даже если вы ненавидите этого человека, и вы чувствуете агрессию по отношению к нему, и он, может быть, ничего не сделал. Но если вы чувствуете это, одно ясно точно, что он точно сильнее вас. Потому что без того, что он что-либо делает, он может проникнуть в ваши мысли и ваши эмоции. И если вы слабый, что вам тогда делать? Вы должны быть сильными. Если вы слабый человек, вам нужно сделать себя сильным. Самое простое – это нанять, например, телохранителя себе. А что есть телохранитель? Тот, кто может делать всю работу. И вы можете взять Бога себе в телохранителя, потому что он может делать все, что угодно. И поставьте его между собой и этим человеком. И тогда эта связь, она оборвется. И вы не почувствуете уже этого больше. Как только вы поставите Бога между собой и этим человеком, вы свободны. Но если для вас это невозможно, тогда есть еще один вариант. Например, если у вас есть гуру мантра, вы можете читать мантру. Или сделайте татуировку где-то на своей левой руке. Сделайте татуировку, почему я злюсь. Все, вот такая простая татуировка. И когда это происходит, просто смотрите на нее. Не пишите мантры на своем теле, это бесполезно, это не работает. Они ничего не изменят. Пишите хорошие аффирмации, иначе остальное не имеет смысла. И делайте только там, где вы можете их видеть. Некоторые люди делают на спине. И вы не можете видеть, какой это смысл для вас имеет. Это ничего. Почему люди стали делать татуировки? Сейчас в этом другие причины. Только люди, которые психологически неустойчивы, делают татуировки. Психологически, если что-то не в порядке психологически, только тогда вы пойдете делать татуировку. Вы не понимаете, что происходит в вашей жизни. Вы хотите что-то изменить, не понимаете что. Вы идете делать татуировку, думаете, что что-то изменилось, и начинаете чувствовать себя нормально. Психологически, в этом причина, и еще одна причина в том, что вы не принимаете свое тело. Вам не нравится тело в том виде, в котором оно есть, поэтому вы хотите его как-то изменить. Но изначально татуировки появились как аффирмации. Как пирсинг, знаете? Пирсинг изначально был создан для того, чтобы оздоравливать тело. Например, были обнаружены точки, которые, если проколоть, то тело начинает меньше болеть. Например, если вы прокалываете уши, и это должен делать знающий человек, должен понимать, как это сделать правильно, А у человека никогда не будет грыж. Особенно, если он носит золотые сережки. Но точки очень важны. И вот по всей ушной раковине у нас так много точек. Например, здесь находятся две точки очень рядом, близко друг к другу. Одну, если вы проколете, тогда секс потеряет для вас все значение, и вы не будете больше в нем заинтересованы. И вторая точка очень рядом с этой. Что если вы ее проколете, то вы будете хотеть секса, как вампир. И ничто не сможет вас удовлетворить. Очень близко находятся точки. По всему уху здесь идет 14 точек. Это была целая наука. Это не то, как сейчас люди прокалывают шоки, носы. Это ваши проблемы, не мои. Если вы так устали от своей жизни, можете делать... Чем больше боли вам нужно чувствовать, пока вы живы, это говорит о том, что вы на самом деле умираете. Знаете, первый раз, когда я увидел садо мазохистов, они связывали женщину и били ее. Серьезно? Это женщина настолько нечувствительна. Это все равно, что вы возьмете цветок, сожмете его между ладонями, и потом будете считать то, что осталось цветком. Это говорит о том, что осознанность тела, она падает. А когда вы не можете чувствовать нежность, конечно, вас надо тогда бить. И только тогда вы что-то почувствуете. Мы настолько погружены в состояние сна, что только если нас будут бить, тогда мы можем проснуться. И поэтому своим ученикам я всегда говорю, что будьте готовы, я могу вас и треснуть палкой. В уме и мыслью. А будьте готовы к удару молотком. Потому что иногда вы настолько спите, что если вы были маленьким ребенком, я бы действительно вас треснул. Не хотите просыпаться. И когда вы не работаете над уровнем своей энергии, ваша аура, она сжимается и становится маленькой. И тогда даже небольшое волнение, оно может оказать на вас влияние. Поэтому очень важно. И если вам, например, нравятся татуировки, сделайте какую-нибудь полезную. И если вы будете делать вот на этой части, духовность разрешает делать только вот на левом предплечье. На левой руке. Иногда может быть использовано правое предплечье, но только расстояние от запястья до локтя. Потому что учителя говорят очень красивую вещь. Потому что если вы достаточно мудрый, тогда вы не будете делать бесполезных вещей. Вы будете делать только то, что полезно для вас. И если у вас татуировки только от запястья до локтя, тогда вы сможете видеть их постоянно. И изменения будут происходить из-за того, что вы видите их постоянно, не из-за того, что они там написаны. Я видел людей, которые делают татуировки всех шести чакр на спине. Это не будет поднять вашу кундалини. Я извиняюсь. Может быть, если бы это было в передаче, то было бы что-то, что вы знаете, что-то иногда вы посмотрите. И может быть, если бы вы сделали впереди, тогда вы хотя бы иногда видели, и это что-то бы изменило. А на спине нет. Только какие-то фантазии могут происходить. Это бесполезно даже для других людей. Хорошо, потому что одним красивым телом стало меньше. Поэтому, чтобы на вас не могли оказывать влияние другие люди, работайте над своей аурой. Если у вас есть своя мантра, читайте мантру. Если у вас нет мантры, то есть две мантры, которые работают для всех и помогают увеличивать и укреплять свою ауру. Одна мантра шамхо. Мантра шамхо. Просто одно слово. Шамхо. 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 Ш И эти мантры помогут вам укрепить, очистить вашу ауру, сделать ее сильнее. Если она где-то пробита, то залатать это, и вы будете чувствовать себя более уверенно и спокойно. Хорошо. Следующая вопроса – «Какие дни лунного цикла лучше начать какие-то вещи или практики?» Потому что есть много информации, как различные информации на интернете, и люди будут виноваты. Вопрос – «Какие лунные дни наиболее подходят для начинания новых дел и практик?» Очень много противоречивой информации в интернете, поэтому хотите узнать. Очень хороший вопрос, и точно спрашивала женщина, потому что только женщина может задать такой вопрос. И прекрасно то, что все это знание мы получаем благодаря женщинам. А если Шакти никогда не задала бы вопрос, то тогда Шива никогда бы не дал ответ. А поэтому Шакти – это мотивация для того, чтобы Шива начал говорить. Это очень красиво, что женственность делает этот мир не только красивым, но также помогает сохранению всего духовного знания в разных его формах. Я благодарен этой женщине, которая задала этот вопрос, потому что это действительно очень важно. Смотрите, у Луны есть один цикл, и в нем есть две фазы. Одна – возрастающая Луна и убывающая Луна. А когда Луна растет – от новолуния до полнолуния. Это то время, когда вы можете начинать все новые дела, начинать новые практики, внедрять что-то новое в свою жизнь, менять привычки. И особенно на Икадаши и Шива-ратри. Эти два дня очень хорошо подходят для того, чтобы брать новые привычки. Когда вы берете какие-то новые привычки, постарайтесь в этот день поститься. Вы можете выбрать любой день. Вы можете взять Шива-ратри или Икадаши. Паститесь и внедряйте новую привычку. Тогда вам будет легко, и это будет легче сделать. Но если вы хотите что-то оставить, тогда вам подойдет убывающая Луна от полнолуния до новолуния. От полной Луны до новолуния – это лучшее время для детокса. Если вы хотите оставить что-то, изменить что-то, если вы хотите что-то отдать, не отдавайте на растущей Луне, потому что это время подходит для принимания. Но убывающая Луна, она подходит для отдачи. Поэтому очень важно, что если у вас есть менструация где-то близко к полной Луне или новой Луне, это будет также определять, какую духовную практику вы будете делать в жизни. Если менструация приходит на новую Луну или чуть до нее, тогда вам подходят практики тантры и медитации. Они подходят вам. Но если менструация приходит до полнолуния, тогда вам подходит путь Бхакти. И Бхакти поможет вам поднять уровень сознания. И вот здесь вы можете об этом подумать. Но есть один день на растущей Луне, который предназначен для стрижки волос и ногтей. И этот день поможет вам стать миллионером. Если вы подстрижетесь в этот день, и если этот день не выпадает на вторник, четверг или субботу, и вы будете стричься каждый раз, когда выпадает этот день, вы можете действительно стать богатым. Это второй день растущей Луны. Вот так он называется. Это второй день растущей Луны. Второй день после новолуния. Это очень важный день. А кроме этого дня на растущей Луне лучше не стричь волосы. И когда я говорю про волосы, я имею ввиду волосы на голове, а не бороду или еще какие-нибудь волосы. Потому что вот это волосы. А остальные волосы у них другие названия и другая энергия. И поэтому волосы на голове лучше отращивать насколько возможно длинными. А в некоторых племенах в Африке и в Латинской Америке они моют голову только один раз в лунный цикл. Только один раз. Поэтому вы можете понять, насколько важно взаимодействие с волосами на лунном цикле. Потому что цикл Луны напрямую связан с вашим умом. И если вы женщина, это становится еще более важным. И если в интернете вы можете найти их под похожую информацию, тогда все хорошо. Если нет, тогда просто поищите в других местах. Хорошо? Есть несколько очень маленьких вопросов о цветах. Хорошо. Го-го-го. Один. Важен ли цвет стен в квартире? Если да, то каким он должен быть в спальне, например, и в гостиной? Смотрите. Если вы не красите стены в соответствии с астрологией, то белый – это тот цвет, который все могут использовать. А когда у вас белые стены, очень легко убираться. В древние времена это было не проблема, потому что изнутри стены обмазывали здоровьим навозом. И был доступен только известняк. Либо они не красили, либо если красили, то тогда стены были только белые. И белый цвет поможет вам убирать негативную энергию из дома каждый день. Он не удерживает ничего. И поэтому лучше, чтобы везде у вас были белые стены, в спальне, в гостиной, в других комнатах. Но если вы хотите увеличить или улучшить какие-то стороны вашей жизни, например, и ваша связь с вашим мужчиной или женщиной не очень хороша, тогда вам нужно обратиться к астрологу, выбрать ваш общий цвет и покрасить на него спальню, например. И тогда это поможет увеличить, улучшить химию между вами. На кухне белый хороший цвет. Если вы не хотите красить белым, выбор небольшой. Возможно покрасить в оранжевый, либо красный. Но никто не чувствует, что красный или оранжевый подходят для кухни, поэтому лучше оставить белым. Но в ашрамах очень часто кухня покрашена оранжевым цветом. Чтобы вы не заснули, пока еду готовите. Чтобы вы были внимательны в этот момент. Если мы говорим о гостиной, то голубой цвет, либо белый. Другие цвета не подходят. Никогда не красьте ничего в черный цвет внутри дома. Если только вы не практикуете медитации. И также, если вы практикуете медитацию, то красьте черным только ту комнату, где вы выполняете медитацию. А в противном случае не используйте черный цвет. И черный цвет, он не принимается в духовном мире из-за множества причин. Особенно до тех пор, пока вы не стали учеником, не разрешается черный цвет. В прошлый раз я говорил, есть исключение, когда вы можете носить черное. Второй момент. Любая планета, которая стоит в вашем первом доме. Или тот, кто владеет вашим первым домом, в вашей натальной карте. Вы можете посмотреть в любом приложении и посмотреть, кто у вас находится в первом доме. Иногда там нет планеты, но там есть цифра. Этот цвет, он должен быть с вами постоянно. Он поможет вам. Например, у вас стоит луна в первом доме. А тогда вам нужно носить что-то серебряное. Если у вас Юпитер стоит в первом доме. А вы должны носить что-то золотое. Если у вас стоит Меркурий. Тогда вы можете носить что-то зеленое в любом форме. Это может быть даже ниточка или веревочка. Ничего особенного. Если это, например, Венера. А вы можете носить, например, белый шнурок или ниточку. А либо белое золото. А серебро для Луны, а белое золото для Венеры. А Юпитеру уходит золото. Никогда не носите белое золото в ушах. В противном случае ваши эмоции станут очень нестабильными. Вы будете вот так вот себя вести. Будете как волны. И вы не сможете ничего решить. Не носите. А как делается белое золото? Там используют ртуть, да? А что есть Меркурий? Это ртуть. Это Будда. А Будда не является настоящим сыном Юпитера. Поэтому гармония не очень. Потому что Будда сын Луны от жены Юпитера. Поэтому там так все запутано. И когда вы соединяете Будду и Юпитер, никогда у вас не будет ясности в уме. Поэтому белое золото, оно очень опасно. Не носите его. Нигде не носите. Носите золото или простое серебро. Хорошо? Если в первом доме стоит Сатурн, либо он владеет первым домом, тогда вы можете носить черную веревочку. Если Марс, тогда вы можете носить медь. Но с медью есть один момент, которым нужно вспомнить. Не носите медь на ногах. Носите на руках. И если вы носите медь, вы должны быть абсолютно вегетарианцем и не есть даже яйца. А в противном случае это испортит вашу жизнь. Потому что медь это элемент Марса. А Марс сразу активируется, если вы начинаете есть что-то не то. Поэтому если вы едите мясо, яйца или рыбу и носите медь, то тогда вы точно попадете в ад. Ментально. Физически там будет очень много моментов, но ментально – да. А еще воскресенье у нас есть. Красное. Солнце. А если солнце стоит в первом доме, тогда можно носить красную нитку. Если луна, вы можете носить жемчук или серебро. Хорошо. Что еще? Следующая вопрос. Фунералы. Кто-то спросил, что, например, в России люди носили черные для фунералов и белые для свадьбы. И, по поводу того, как вы говорите, все все разрушено. И вопрос был в том, что в России черные носят на похороны, а белые на свадьбы. И поэтому, в соответствии с тем, что вы вчера сказали, ничего не понятно. Потому что на Западе вот это глубокое знание, оно пропало. А черный – это цвет смерти. А белый – это цвет жизни. Но вы не можете надевать черное, когда кто-то умер. Потому что что есть черный цвет? Черный цвет принимает всех и все. Что? А знаете, самую большую форму уничтожения во Вселенной? Это черная дыра. И что делает эта черная дыра? Она засасывает в себя все. А все, что находится вокруг, она все втягивает в себя. И то же самое происходит с черным цветом. И когда кто-то умер, и на Западе решили как? Что черный – это цвет смерти, поэтому носите черное. И мне очень жаль вам говорить, что на Западе доступно все знания, вся информация, все технологии, все развитие. Но одна вещь, которая никогда не появится и не разовьется на Западе до тех пор, пока они не поминают свою ментальность. Это здравый смысл. А в Западном мире это отсутствует. Потому что когда вы работаете как компьютер, вы не используете здравый смысл. Потому что если черный символизирует смерть, это не означает, что на похороны вы должны надевать черное. Представьте. Вы идете на церемонию похорон одеты в черное. И все вот эти эмоции, весь страх, вся вот эта грусть, которые будут там, вы будете все это впитывать в себя. И затем вы пойдете в свой дом или в свой офис, и от вас будет исходить эта энергия. Вы знаете, в нашей стране на похороны всегда можно было идти только в белом. А сейчас в Индии уже можно в любом цвете носить, потому что Индия очень становится под влиянием Запада. Раньше можно было ходить только в белом. И после того, как вы возвращаетесь с места к кремате, вы не можете зайти в дом. Они берут ведро с водой, выставляют его за пределами дома, и вы должны вылить на себя это ведро воды, будучи в одежде, только потом вы можете войти. И в этой одежде вам не разрешалось даже входить в дом. Потому что они понимают, что даже если это белый цвет, и даже если он ничего в себя не вбирает, но у человека черные волосы, например, темная кожа, что-нибудь точно и что-то точно эту энергию соберет. И это происходит неосознанно и без знания. А поэтому на человека выливается ведро воды, и после этого он может войти домой. А если вы одеваете белое, и если вы будете в Индии носить белое, то тогда люди будут думать, что вы либо духовный человек, либо с вами что-то не то. Потому что это цвет рождения, это не цвет цветения жизни. Белый цвет означает, что вы стали вайрагия, что вы стали нейтральны к этому миру. И яркость приносит жизнь. И поэтому в нашей стране обнаружили, что самый яркий цвет, который приносит жизнь, это красный. И поэтому в нашей традиции женщина, когда выходит замуж, она одевается в красное. И белое они одевают, когда их, например, муж умер, и им нужно идти на похороны. И в этом есть смысл. А когда человек умер, она не хочет получать никакую энергию, и поэтому она надевает белое. Но когда мужчина жив, если вы наденете белое, вы не позволите энергии вашему мужчине прийти к вам. Тогда как ваша жизнь будет успешной? И если в какой-то день проведут психологическое исследование, научное исследование, то они могут выяснить, что белое платье, которое надевают на церемонию бракосочетания, оно является основной причиной неуспешных отношений. и в какой-то день это должно измениться. Это ваша решение. Вопросы закончились. Благодарю вас за сегодня. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok